Друзья, всем привет! Сёрферы и бездельники Девианты. Продолжаем наши эфиры. И вот еду мимо большевика. Шалявка. Позор нашего городка. Этот разодрыпанный. И я это все к чему? Помните, я недельку назад, нет, две недели назад, я писал о том, что как раз по большевику, в контексте инвестиционного климата в Украине, я записал ролик и даже писал статью о том, какие ловушки ждут инвесторов, которые захотят приватизировать большевик. Потому что 27 октября должна стартовать приватизация большевика. Государство там за него хочет 700 миллионов гривен. И, значит, там не все так просто, как все в нашей стране. Все не так просто, если ты хочешь купить какой-то у государства объект. Ну, с нашим государством вообще лучше не связываться. И вот то, что сейчас вокруг большевика происходит, это такая лакмусовая бумажка. Я говорил о том, что там есть собственники, ну, там много чего есть, есть на территории большевика, там есть арендаторы, которые имеют договора о долгосрочной арене, есть собственники отдельных зданий вот на этой же территории, которую, ну, хотят девелоперам там продать. И, соответственно, если ты покупаешь вот этого кота в мешке, потому что, ну, собственно говоря, те, кто хотят его приватизировать, они даже не могут посмотреть на сам объект, вот, как вы покупаете квартиру, вы приходите и смотрите все, что там есть. А у нас продают, уже только это можно сделать нормально после продажи. Так вот, я это все вчера читал, новость о том, что там какая-то фирма, Агромил Дистрибьюшн, по-моему, которая имеет эту собственность на территории большевика, которого хотят приватизировать и взять в другую собственность, она выиграла суд. И, соответственно, утверждает, что теперь, ну, девелоперы, ну, не имеют права претендовать на тот кусок собственности, который уже у них в собственности. И, соответственно, это все чревато там чашбами там и прочими затратами, связанными с тем, чтобы урегулировать вопросы собственности. Это первое. Потом второе, вторая составляющая, составляющая этой кинекомедии. Я говорил, что там есть рабочие, несколько сот человек, которые по-прежнему числятся на этом предприятии, и что новый собственник не может урегулировать, пока не урегулирует отношения с рабочими, с трудовым коллективом, то он тоже не сможет нормально вступить в права. Так вот, там они начали какие-то демонстрации, которые, ну, направлены на то, чтобы их не лишили работы после того, как продадут объект, потому что государственное предприятие хотят перенести там куда-то в провинцию. Ну, и, соответственно, никто не хочет уезжать из Киева. И, ну, я их понимаю, это, наверное, в логике этих сотрудников этого государственного предприятия. Это правильно. Вот. И, соответственно, инвестор, который будет вкладывать деньги вот в это барахло, которое стоит полуразрушенное, он будет еще вкладывать бабло в то, как вот урегулировать этот вопрос с трудовым коллективом. Так что вкладывайте деньги в украинскую экономику. Вас в любом случае ждут невероятные приключения, особенно если вы имеете отношение с нашим государством, потому что оно сделает все, чтобы вы чувствовали себя и не сухо, и не комфортно, и у вас голова была занята тем, чем она всегда занята, когда ты связываешься с нашим государством. Обнимаю целую инвесторов. Пока.